Совета Национального Банка Украины Василия Фурмана. Василий, мы вас приветствуем. Приветствую вас. Здравствуйте. Василий, что значит это заявление? Вы же слышали в эфире, мы его сейчас согласили. Что это такое? Да, я слышал. Что это такое? Ну, это... Центральные банки никогда не говорят прямо, они пытаются вот такими словами, непонятными для простых граждан. Поэтому я поясню как бы простыми словами. Российская экономика банкрот. Она сейчас прекратила платить по своим долгам. И вопрос дефолта там, это вопрос недель. Как сказал там вчера премьер-министр Украины. Они сегодня, с момента войны, они начали жить, по сути, в новых экономических реалиях. Эти экономические реалии, для них, они это отбрасывают экономику их страны на десятилетия назад. Непонятно только когда. Ну, возможно, это где-то в период конца 80-х, когда была, вы не помните, наверное, я тогда еще был учеником, но все равно как бы дефицит товаров, большая инфляция, девальвация национальной валюты, как бы безработица у людей, то есть, как бы, то есть, ну, вот тут заводы останавливались. Они сегодня, у них, у них заводы сегодня остановились очень многие, как бы, или же остановятся, вот буквально, ну, Эльвира Набюлина правильно сказала, просто, что для производства тех или иных, например, деталей или там машин, например, то есть, ну, были какие-то запасы. Вот запасы сегодня останавливаются. Я сегодня, кстати, читал там исследования определенные, ну, с одним директором, он собственник некоторых заводов автомобильных в России, так вот, он говорит, раньше мы выпускали в месяц, в день тысячи автомобилей, сейчас выпускаем 300, а через два месяца мы остановимся. Уже даже сейчас, говорит, мы там, ну, нету плат, которые мы просто вот машину затестировали, выняли из этой платы, с той машины, которую затестировали, поставили, как бы, и поставили другую машину, чтобы, ну, можно было бы, чтобы она не стояла на конвейере, а бы стоять просто на площадке, которая продастся. А поставка этих плат там с Южной Кореи непонятно, когда будет, потому что, как бы, там есть двойные санкции, и правительство Южной Кореи должно согласовать это все там с американской стороной, как бы, а согласия не получает. Но это, вот вам краткая история, то есть, ну, одного автомобильного завода, а их там очень много, около 500 компаний, ведущих иностранных, которые до этого работали в Российской Федерации, заявили про уход, про остановку своих предприятий в Российской Федерации. Василий, вот завтра... Месяц не едут? Да, да, простите, вот как раз, раз вы сказали про то, что много этих компаний, да, есть сообщение о том, что 20 апреля, то есть завтра Путин встретится с представителем металлургической отрасли, и президент продолжает отраслевые совещания, Песков рассказывает о том, что это отчасти правда, эти встречи, ну, в общем, как обычно, ничего не понятно, якобы сохраняют паритет, что все хорошо. И вот Путин буквально вчера заявил о том, что санкционная политика провалена. Ну, мы-то видим по данным, что, ну, беда происходит сейчас в этих секторах. Что они могут реально предпринять, какие действуют? Вы, как экономист, можете объяснить, вот о чем может Путин говорить сейчас с бизнесом, представителями металлургии, какие он вообще может дать команды? Просьбы. Смотрите, бизнесу, кроме финансовой поддержки, то, что они сегодня делают, эту финансовую поддержку, он решает краткосрочные проблемы, как бы, ну, например, там, чтобы бизнес не увольнял сотрудников, но заказов нет. Вот, например, автомобильного завода, я вам сказал, просто они не способны производить новые автомобили, и рано или поздно, ну, месяц, ну, два, ну, три, руководитель потерпит, все равно он будет увольнять. Поэтому бизнесу, кроме финансовой поддержки, которую они там делают за счет фонда национального благосостояния, нужны рынки сбыта, нужны отмена санкций, которые сегодня у них, как бы, ну, введены по отношению практически ко всем, там, ну, большим собственникам российского бизнеса, ведущими мировыми странами мира просто. А это он не может, ну, порешать никак, понимаете? Санкции введены на технологический, ну, экспорт с развитых стран в Россию, как бы. То есть, они сегодня, ну, то есть, там есть определенное исследование, что там добыча нефти, то есть, со временем упадет, потому что все, ну, как бы, все технологии новые, это с Европы, шли туда Российской Федерации. Но вы говорите, нет рынка взбыта. Вы не говорите, нет рынка взбыта. Пожалуйста, смотрите. Это еще отдельная история, просто чтобы наши тоже, ну, люди понимали, что 50% российского экспорта, вот по сегодняшним ценам, это нефть и газ. И, по большому счету, сегодня Европа сложна, но все-таки приходит к вопросу по поводу экономического эмбарго на нефть и газ. Уже есть исследование, что даже без эмбарго на нефть и газ у них падение экономики будет в этом году, падение ВВП. А вот 10%, даже, кстати, ихними экономики дала там прогноз 11%, до 30%, даже если взять среднюю величину, это под 20%, поверьте, это очень и очень много. Когда дефолт? Когда ожидается не технический, а реальный дефолт с такими темпами? Дефолт уже сегодня есть. Они отказались платить по внешнеэкономическим обязательствам. И, понятное дело, просто действуют определенные процедуры, поэтому вот это, ну, как бы, время, вот X, это 5 мая. То есть, и тогда будет дефолт, по всем, ну, там, кросс-дефолты, то есть, как бы, наступят, когда будут требовать по поводу погашения долгов внешние инвесторы, потом будут международные суды, будут арестовываться активы российских компаний по всему миру, как бы, то есть, очень-очень, сегодня вот то же самое заявила Эльвира, ну, то, что вы начинали, Эльвира Набиулина, заявила просто, что у них нету резервов для того, чтобы контролировать ситуацию на валютном рынке. Потому что, если разобраться по сути этого вопроса, посмотрите, на момент войны у них было около 640 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центрального банка. 60% этих резервов заморожены. Это в доллары, в евро, в японских иенах, как бы, в австралийских национальной университете, то есть, ну, около 60%, это я посчитал. То есть, это под 400 миллиардов долларов. Если практическим языком, если практическим языком, Василий, то это, значит, рубль отпускают? Что, рубль теперь будет 200, 300, 400, да, у них нету денег для того, чтобы влиять на валютном рынке, то есть, для того, чтобы, вот почему дефолт, у них нету денег, они приехали вот своей политикой, понимаете, и чтобы не говорили политики, ну, там, президент Российской Федерации встречается с бизнесом и так дальше, бизнесу сегодня надо снимать санкции, бизнесу нужны рынки сбыта. Давайте вернемся к рублю, пожалуйста, Василий, на какие цифры может упасть рубль, о чем речь конкретно? Смотрите, у них нету сегодня валютного рынка, у них очень-очень много ограничений, и тут уже есть информация, что там рубль вернулся где-то на уровень чуть меньше 80 рублей за доллар, но, еще раз говорю просто, вы не можете купить этот доллар, это раз, вы не можете снять его с банка, это два, то есть, предприятие, вы не можете причислить за рубеж этот доллар, это три, понимаете, в них инфляция в этом году, снова же таки, прогноз их неопределиться под 20% сегодня, в них большая отчетная ставка, там, 17%, и благодаря, снова же таки, это все негативно отображается на всех отраслях, у них удар по авиастроению, по портам, ну, вот, Европа вчера, то есть, заблокировала все порты, то есть, мы знаем, то есть, морские порты, то есть, они не могут поставлять продукцию, как бы, коллапс, банкротство страны надвигается, и с каждым днем, с каждым месяцем, он будет все больше и больше для этой страны. Я в качестве, извините, не шутки, все-таки задам вопрос, вот Мосбиржа начала обмен опытом с Ираном, то есть, оказывается, во-первых, в Иране есть биржа, это там первая, да, новость, вторая новость о том, что все-таки надеется на этот специфический рынок, это цитата сейчас, да, на эту закрытую экономику, вот, и надеется на то, что это будет плодотворный обмен, о чем речь? Ну, смотрите, речь о том, что Иран на протяжении 40 лет живет под санкциями, кстати, санкций в Ирана намного меньше, чем в Российской Федерации, на сегодня, надо понимать, и потом, как бы, страна, если смотреть на последние 10 лет, она не развивается, кстати, был период 17-18 год, когда там администрация Трампа сняла санкции на 2 года, и экономика Ирана взлетела в своем развитии в 17-м году на плюс 15%, в 18-м году на плюс 5%, а уже в 19-м, когда были санкции, было минус 13% падения их экономики, поэтому я просто к чему, а вообще под санкциями у них развитие отсутствовало вообще, то есть экономика деградирует, экономика не развивается, то же самое будет стать, и это яркий пример, как то, что ждет сегодня Российскую Федерацию. Но объединение этих условно коопераций какая-то Россия и Иран экономически, это бред какой-то, или там есть какое-то зерно? Ну, я думаю, что это, скажем так, зерно может быть в том, что они хотят увидеть, просто принять опыт, как может страна развиваться. Страна может жить, существовать, но это не развитие, понимаете, то есть это не развитие, это будет деградация страны, то есть технологическое отставание. Вот в Иране, например, если посмотреть на их автопром, у них нет иностранных машин на их внутреннем рынке, там есть машины, два автомобильных завода, которые они производят, то есть отечное производство, если по отношению, кстати, к Российской Федерации, их автопром, автоваз, он стал, потому что за вот эти 20 лет рынка, который там у них есть, международная корпорация, у них же все поставлялось со всего мира просто, они не способны сегодня производить ни собственные автомобили, автоваз, ни КАМАЗ, ни танки, ни самолеты, потому что все идет со всего мира, микрочипы, электроника, и много-много чего другого идет, понимаете, поэтому как бы они, вот Иран, вот вы спрашивали, например, в Иране нету самолеты у них 30-летней больше давности, то есть они когда-то там давно-давно купили, и сегодня они не способны производить свои самолеты, потому что, ну, нету технологий, соответствующих у них. ну, то есть, да, это как бы функционирующее государство, но абсолютно лишено всяческих технологий и как бы дарования экономики, которые произведены в последние десятилетия. Ну, возможно, кстати, Северную Корею потом для консультации подключат, будет такая триада обмена опытом. Северная Корея вообще опыта больше. Смотрите, по Ирану экономика не развивается, минус в основном показывает в своем развитии под санкциями, и большая девальвация национальной валюты, то есть, там, ну, в некоторые периоды под 50% и большая инфляция, которая исчисляется двузначными цифрами. Ну, вот, например, там, в прошлом году там инфляция порядка 30%, поэтому то же самое в этой стране будет. К сожалению, они начали войну и должны понести большую расплату за эту войну. Они потеряют, ну, Российская Федерация, там, золотовалютный резерв и центральный банк. Уже вот вчера, ну, Нью-Йорк Таймс написал о том, что, разрабатывается законопроект в США, чтобы те золотовалютные резервы, которые заморожены американской стороной, чтобы пошли дальше на возмещение Украине, на возрождение нашей экономики. Так, будет... Отдельная тема, или разговор, на самом деле, да, отдельная тема. Мы сейчас говорим сугубо о российской экономике и уже отдельно поговорим с вами об украинской экономике, что и откуда она будет получать и по какой процедуре. Спасибо, Василий Форма, заместитель председателя...